Гостей встречает военный оркестр Управления Росгвардии по Брянской области. Накануне 8 марта в Хрустальном зале областного правительства чествуют не просто женщин. Матерей и вдов, чьи дети и мужья погибли при выполнении воинского долга. В их числе Людмила Журавлева. Три года назад ее сын, капитан Федор Журавлев, не вернулся из Сирии. В тот момент мне казалось, что хуже всех мне и иначе быть не может. Я самая несчастная, и что это пережить невозможно. Но когда стала разговаривать с матерями, через что прошли другие матери и жены, то кажется, что, знаете, беда, когда она, ну, сочувствуешь беде других людей, понимаешь, что ты не один такой. Где слово, в котором соединяются все лучшие качества, каким наделило людей природа? Это слово «мама». Есть подвиг, герои которого всегда остаются немного в тени. Это подвиг материнства. Но нет такой награды, которая отобразила бы всю благодарность человечества тем, кто дал нам жизнь, помог сделать первые шаги и в дальнейшем всю жизнь поддерживать нас. И сегодня мы говорим вам спасибо за то, что вы воспитали сыновей, которыми будет гордиться не одно поколение наших потомков. За то, что вы были надежным тылом для своих супругов, которые, не задумываясь, пожертвовали собой ради мира на земле. Ваши дети, мужья, братья в тяжелейших условиях приявили мужество, высокие человеческие профессиональные качества, защищая тех, кто находился рядом. Вечная им память и слава. И вот сегодня я хочу сказать вам, что действительно наша Брянская область, пусть небольшими шагами, но мы идем вперед и мы развиваемся. Это, конечно же, финансовая составляющая областного бюджета. Доходы областной казны, свои доходы. Брянская область, которая показывает работу наших промышленных и всекозяйственных предприятий, нашего бизнеса, выросли с 19 миллиардов до почти 36 миллиардов рублей. И вот эти вот изменения мы сегодня видим и в реальной жизни. Это и строительство школ, строительство детских садов, строительство спортивных комплексов. Мы буквально вот на этой думе мы приняли бюджет, где в этом, в следующем году будет построено в нашей области за свои деньги 12 спортивных объектов. Шесть ледовых дворцов и шесть бассейнов. Это и те же муниципальный транспорт, автобус. Это, конечно же, и работа нашей медицины. Вот сегодня многие говорят о том, что медицина где-то не соответствует тем критериям, которым должны быть. И мы с этим соглашаемся. И мы это знаем, что она не соответствует этим критериям. Но мы понимаем, и что мы должны сделать. Вот мы в прошлом году закупили медицинское оборудование на 540 миллионов рублей. Это впервые за свои деньги Брянская область закупила медицинское оборудование. Мы приобрели 170 машин скорой помощи. Мы оборудовали три центра по сосудистым хирургиям. И вот по прошлому году, хотя я сам в это не верю, когда мне говорят врачи, у нас смертность от инфаркта уменьшилась с 25 человек на 100 заболеющих до 8. Но и мы понимаем, что нужно сделать завтра. Мы понимаем, что любое, чтобы мы не дали какое оборудование, если там не будет человека, если не будет врача, мы затормозимся и мы просто войдем в коллапс. Когда мы проанализировали, то у нас из почти 5 тысяч врачей более 20% это врачи не пенсионного возраста, а старше 60 лет. Только вы думаетесь, у нас сегодня в медицине работают врачи, от которых зависит все здоровье нашего населения, нашего подрастающих детей, а не старше 60 лет. Кто придет на смену? И мы в прошлом году, благодаря нашим депутатам, приняли программу «Первая в стране» Брянская область приняла программу о выделении жилья для врачей. И в прошлом году она начала работать. 42 квартиры мы уже предоставили. На этот год 500 квартир. 500 квартир для наших молодых врачей, которые приедут. И сегодня уже телефон весь красный от звонков. Со всей страны хотят ехать на Брянскую область для того, чтобы здесь работать. И мы эту задачу, мы ее решим, мы ее разошьем, как расширились бюджетом. Наш перинатальный центр. Детская смертность в Брянской области была 12 на тысячу родившихся. В прошлые годы было 9, а в прошлом году она составила 3,8. Вот это те дела, которые мы сегодня делаем для того, чтобы область наша живо развивалась. На вашу долю, на ваши плечи выпала тяжелая судьба, когда кто сына потерял, кто мужа потерял. Это тяжелая утрата. Но вы, те, кто воспитали патриотов нашей Брянской земли и нашей России, благодаря таким, как вы, и, наверное, держится наша Россия. А это уже достойная представительница подрастающего поколения. Навстречу ученицу гимназии Брянского района Дашу Устюшенкову пригласили по особому поводу. Десятиклассница первая из Брянской области получила медаль юноармейской доблести первой степени. Мы такие же личности, в принципе, мы также можем защищать родину. И некоторые говорят, что не бывает военных женщин, что женщина должна дома сидеть, детей растить, варить супы. Но я считаю, что это не так. И мы тоже имеем полное право защищать и любить нашу Родину. Год назад родителям и вдовам погибших защитников Отечества к Международному женскому дню преподнесли беспрецедентный подарок. Их ежемесячное денежное пособие, которое до 2014-го составляло всего 1000 рублей, повысили до 18 тысяч. В этот раз еще больше. По инициативе губернатора Александра Богомаза в 2019 году выплаты увеличатся до 25 тысяч рублей. Власть обязана думать о тех, кто защищает страну и о тех, кто отдал самое дорогое, кто потерял самое дорогое. И поэтому, я думаю, Владимир Владимирович меня в Думе поддержит. Мы завтра выйдем и увеличим до 25 тысяч рублей пособие или выплату. Я вспоминаю, когда 4 года назад ко мне пришли матери наших героев 6-й роты. И вот Ермаков, по-моему, была зачинщица, Александр Васильевич, нам не надо, нам страна как бы платит. Но остальные получают 1000 рублей, и дайте 2. Мне тогда было как-то и стыдно, и нечего было дать. Вот в 2014-м году за ноябрь-декабрь не была выпущена зарплата нашим бюджетникам. Но сегодня у нас другая экономика, другие условия. Для этого нужно было работать, работать каждодневно, работать на благо народа, не для своих амбиций, но и для того, чтобы никого не было повода в дальнейшем платить меньше или изменить. Я сейчас выйду с инициативой, я думаю, мне поддержится. Мы примем закон, где выплаты должны быть равны зарплате по экономике. По этому году она зарплата порядка 30 тысяч рублей. Когда мы начинали, она была где-то 20 тысяч рублей. Понятно, что они уже не будут меньше, они будут только расти. Но это мы сделаем на все будущие поколения. Что с праздником, всего хорошего, я вас люблю, уважаю и ценю. На встречу к губернатору приезжают матери и вдовы со всех районов нашей области. И, конечно, это дает очень много. Во-первых, мы можем пообщаться. Во-вторых, мы можем узнать, у кого порадоваться, у кого-то где-то родился сын, у кого-то где-то родился внук или правнук. И, конечно же, вот эта материальная поддержка, которую нам оказывает правительство, нашей Брянской области, Богомаз Александр Васильевич, Попков Владимир Иванович, это, понимаете, это такая поддержка для матерей. Увеличение пособия – не что иное, как показатель уважения, с которым в Брянской области относятся к защитникам Отечества и тем, кто их воспитал. А законодательная инициатива установить размер выплаты на уровне средней зарплаты по региону – гарантия, что через 5 или 10 лет степень поддержки будет оставаться достойной и независимой от инфляции. Екатерина Карманова, Иван Зюрев. События. Брянск.